Давайте определимся, что мы все умные, в Магнитогорске особенно. Это совершенно другой город, как и Москва. Про любовь тема другая, она ломается без денег, но любовь к детям остается прежней. И сегодня, вернувшись к чадам, и как бы сделать, чтобы это лучшее радовало вас, магазин Орион, то, что нужно. Итак, вернувшись на круги своя, магазин Орион. Да-да-да-да-да, это милое дело для всех. И для меня, и для вас, естественно. Потому что здесь есть то, что нужно для всех. Детишко в то. Зайдемте и проверим, так ли это. А вот теперь сколько? Больше, чем где-либо. Дешевле? Однозначно. Итак, определение бюджета. И маленькая особенность. Кредиты человеку, погасившему все кредиты, не выдаются. Круто, да? Реклама? Дебетовые карты. Кредитные еще есть, но для человека без кредитов они недоступны. То есть, включаем свои мозги и работаем. А пока вы видите это разнообразие, так насколько это колбасит вас? Насколько? Итак, маленький нюанс. Маленький нюанс заключается в чем? Маленький нюанс заключается в... В чем заключается маленький нюанс? Ну, догадайтесь, если где я нахожусь, я нахожусь в магазине Орион. Ну, вернулись на круги своя и показываем о мысли немножко другой. Когда мне говорят, что ты, парняга, интересный, я говорю, я не просто интересный парняга, я знаю, где все это делается и дешево. Ого, 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 правильно, да? То есть, на протяжении этих времен вы не видели ни одного материала про игрушки. Ничего, ничего, мы вернулись на круги своя. И маленький нюанс, который сейчас вы увидите, сколько здесь игрушек. Так вот, давайте определимся и переговорим обо всех тех, кто продает игрушки в городе Магнитогорске. Все их надо собрать и сказать, приходите сюда, потому что столько игрушек нету. Теперь вопрос насчет цены. Вот и из той же оперы я не буду подвязываться, но лучшее свое. Да, работа у плиты, но свое. Все свое, и тогда дешевле. Самый лучший вариант не кататься на машине. Вы съедаете минимум тысячу в день. Маршрутка стоит 60 рублей в обе стороны, экономит 940. Это легко тратится на сына или дочку, и всего за один день. Вы говорите про цену? Сейчас вы будете падать. Сейчас вы просто будете падать. Вот эти штучки, весьма интересные такие. Раздувайки. Представляете, девочка сидит, кино смотрит. А вдруг ее не заползло хотелось. Вентилятор. Что, что, что? Сколько? Ну, сколько это? Сейчас я вам расскажу, сколько это будет стоить. Вы в курсе событий? Да, у нас там с долларами какие-то проблемки. У нас очень хороший министр финансов вместе с главой Центробанка. И вот они решили, что доллар у нас должен туда аж за сотню закатиться. Ну, да ладно. Доллар за сотню закатился. Это цена даже не доллар. Это даже не доллар, это просто 70 рублей. Халява. Как и много чего здесь интересного. То есть, вот здесь такие штучки еще более интересные. Вау, видите, как они даже... Я просто... Маленький нюанс или большой нюанс. Как бы вам сказать там. Во-первых, здесь никто не стоит на месте. И идут постоянно движения, 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 движения. То есть, да, это очень хорошее место, кстати. Магазин Орион. Харе немного. Чуть позже про мозги. Разговор для детей. Самое забавное, что хозяева вас любят. Не стремятся заработать, а любят. Не работают за откат, а любят и мальчиков, и девочек. Я не знаю. Но вопрос в другом. Это место для кого? Хотя, в принципе, этим местом могут заниматься и мальчишки. В том числе. Да-да-да. Потому что, обратите внимание, и мы не будем говорить про Бэмби. Или как там Бамби. Ну, короче, вот эта девочка, которая, в принципе, неплохая. Но поснимались. Тема немножко другая. Тема в чем заключается? Тема заключается в цене. О! Да, сейчас я вас еще немножечко щелкну. Вы наверняка видите, сколько стоит... То, что дает нам молоко. Корова. Ценники Шиза. Из той же оперы Шизо-Ценники и про эти... Те, кто плавают. Хотя, в принципе, сейчас я вам немножко объясню. Может, вы догадаетесь этим дивным товарищам. Сейчас объясню. Что мы... Когда вот на них говорят, что у нас мальтузианство-то будет, я еще раз говорю, никакого мальтузианства у нас не существует в природе. Потому что все человечество не может съесть. 20% океана под названием Атлантический. И всего лишь Атлантический океан оно не сможет съесть. Оно съедает всего 20% того, что там есть. А там океанов-то у нас гораздо чуть-чуть больше. Да, это правильно? То есть не будем говорить, что с людьми сложности. Нет, не сложности. Поверьте мне, не сложности. Вопрос возникает в том, как вы сможете воспитывать своих детей. Качественно, грамотно. Чтобы они не занимались вот этим дебилизмом. Чтобы они не разбирали мои машины. Потому что это моя машина. Вы не имеете права ее тратить. Понимаете, брать ее вообще не имеете права. Надо их воспитывать благодаря фирме-конторе. Замечательное место. Исключительное место под названием Орион. То бишь, давайте определимся с ценой вопроса. Цена вопроса килограмм. Ну, примерно тебе самые дела. То бишь, теперь другой вопрос. Как вы можете экономить вообще как? Ну, вы уж смотрите программу мою. Потому что я четко всем людям объясняю, как вы можете жить спокойно и ровно. Вы не покупайте мясо. Ладно, хоть холодильник есть. Ходите, пожалуйста, в самокат. Есть такая контора. Не самокат. Ну, отдельные вещи, которые в цене-то, естественно, падают вниз. Берите тушку. Спокойненько ее разрубайте, как вам нужно. И замораживайте. Ладно, хоть у нас появились холодильники. О, шлава тебе, господи. Это будет чуть-чуть и немного, но... Это будет чуть-чуть и немного, но... Мне говорят о ценах. И все думают, что здесь какие-то интересные цены. Так вот, цены здесь не интересные, а реально доступные всем. Потому что Орион ориентируется на тех, ну, как бы сказать, на всех. Не на ту тоненькую-тоненькую прослойку, у которых денег больше. Не-не-не-не. Он ориентируется на нас с вами. Мы с вами... Что это? Мы с вами обыкновенные человеки. Да, конечно, если бы мы были на пятом месте, как нам везде и всюду говорит, я бы задал вопрос. А чем мы хуже Италии? Ну, чем мы хуже Италии? Вы думаете, что в Италии как-то все по-другому? Нет, все абсолютно нормально. Ну, еврики там напечатали, и все. Печатают сколько нужно. Люди живут спокойненько. Таракана даже не гоняют. Уезжают, а вы можете спокойненько и бесплатно. Бесплатно. Переехав в Италию, взять себе дом. В деревню. Ну, отремонтировать его, естественно. Нормально. Бесплатно. Не торопитесь. Объясняю. Бесплатно. Где? В Италии. Средняя заработная плата сэлерией. Если вы не знаете. I can speak English. And you can interpret it onto English. Using Google. It's simple. Задайте вопрос. Средняя зарплата, средняя пенсия. И оказывается, в никаких странах. Ну, что такое Италия? Ну, никакая страна. Средняя заработная плата получается 3700 евро. А средняя пенсия получается 1700 евро. Что-то как-то не совсем с нашими ценами. Когда говорят, что еда стоит дорого. Ну, во-первых, вы там не были, я там был. Там и еда стоит дешевле. Там и одежда стоит дешевле. Ну, это уже отдельная тема. Так вот, мы о чем сегодня будем говорить? Мы будем говорить о подходе фирмы Кодоры. Изумительного места. Отличного, просто изумительного ощущения для детей Орион. Мы работаем для вас. Не для тех детишков, у которых с деньгами все в порядке. И еще более интересно. Это другое удовольствие. Это спорт. Для мелко, да и более топов. К слову, в некотором количестве и взрослые это могут понять. Разбитые в детстве колени и локти. Про это забыли. Все реально по-другому. Ну, вот почему по-другому? Почему по-другому? Потому что здесь хозяева заботятся и думают, как это сделать. Во-первых, дешевле. Во-вторых, вкуснее. В-третьих, чтобы вы спокойно все это дело себе покупали. За моей спиной вот эти новые примочки. Это не старые баллоны. Старые баллоны тоже есть, да? Тюбинги, понимаете? Тюбинги. Может быть, это хорошо. Да, в принципе, я катался тоже, было прикольно. Но сегодня и сейчас они поинтереснее сделаны. Спиночка там красивая. Вах! И ценники-то недорогие. Естественно. Самые другие вещи, которые мы сейчас вам будем показывать, это наколенники. Они также здесь есть спокойненько. То есть, если ребеночек захотел прокатиться на самокате и вы не хотите, чтобы коленики, знаете, какие у меня были в детстве? Эх, они вообще не заживали. Постоянно были содранные. Но сегодня и сейчас есть наколенечки. Опа-са! Клево, да ведь? Да-да-да, ну, а если вдруг вам серьезно что-то нужно было подкачать, пожалуйста, такие насосы, есть и разные насосы. Как бы вам сказать, когда мне говорят, что здесь все настолько интересно, я скажу, что даже не просто интересно, а все изумительно сделано. Потому что если что-то уж необходимо сделать, то в принципе, зайдя в магазин Орион, вы можете себе купить достаточно неплохие спортивные вещи, интересные, красивые и опять же недорогие. Ну, что мы будем говорить о цене? Хотя цена вам сейчас нужна. Ну и писк, сколько мягких игрушек не сыскать, но в Магнитогорске точно. Чем хороши? Это отличный заменитель подушки, например. Мой отвязывается по ним, и мне это нравится. Нравится? Вообще капец, да? У меня, а у сына тоже. А, как сюда приходят все, дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Мне когда говорят, что здесь ничего не получается, я говорю, ага, это вот здесь-то ничего не получается, да? У меня просто сын есть, который торчит по этим вещам под названием детские игрушки. Ну, нравится ему это дело, очень сильно нравится. Сейчас с девочкой переглядываю, ей тоже все это дело очень нравится. А вот другой вопрос, да-да-да-да, еще раз соберем всех, кто продает и сюда, и ценники. А еще и вот эти конторы, которые типа топовые, типа Мир игрушек, и 5-е, и 10-е. Ну, вы зайдите сюда, вы зайдите сюда, посмотрите ценники. Я еще раз говорю, вы зайдите, ну ладно, шут с ними, мы не будем про них говорить. У них же все свои тарканы, они же круче нас, естественно, а мы-то так. Но с другой стороны, да и пускай мы будем такими. Я вообще работаю для людей, для вас, для людей, как нормальных человеков, правильно? Я вам говорю, что ценники очень хорошие, очень хорошие и, естественно, не сильно дорогие. И самое забавное, вообще как бы, все-все-все-все, сейчас немножко промолчу. А вы думаете, что взрослый себе не может найти ничего? А я себе нашел, потому что сегодня, сейчас я говорю, когда мы ездим на автобусе, вообще, кстати, лучший вариант ехать на автобусе, потому что это все-таки, ну, с мозгами перемещаетесь в другое-то место. Во-первых, вы застрахованные есть, и я вам еще раз говорю, в некотором количестве автобусы так не попадают. В аварии, в котором вы попадаете на машинах. Тем более, зная, сколько у нас машин ездит, и зная, как у нас люди ездят, особенно в дивном Магнитогорске, лучше ездить на автобусе. На автобусе вы едете, и вот вопрос возникает, как поспать, да? Нюанс. Берем так, берем вот так вот, вот так вот поставим, и вот так вот, смотри, чтобы это было понятно, вот так вот дотягиваемся. И голова-то никуда не валится. Ну, 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 ну. Ну, и не только о детях думают специалисты, которые работают в магазине, а еще и нас с вами, взрослых, и стоит это все, естественно, недорого. А голова-то всегда пригодится. Вот есть тема. Во-первых, я верю в Господа Бога нашего. Если бы не Господь Бог, если бы не Господь Бог, я бы, конечно, не существовал столько. Это естественно. Спасибо ему огромное. Молюсь каждый божий день. Только он это дело все решает. Сколько я проживу. С моей болячкой это в действительности проблемка. То. Но Господь Бог дает мне другие вещи. То есть я попросил дом. Он мне сделал. Сколько я просил? Не буду ничего говорить. Ну, естественно, мне пришлось дальше работать. То есть не просто так-то все это дело нарисовывается. Нет, конечно. Другой вариант из моей оперы. Если я куда-то прихожу, то идут клиенты. И я надеюсь, если это случится, что мне бы было, конечно, более интересно заниматься, чем продажей игрушек для детей. Потому что у меня в башке вот здесь как влетело, так и вылетело. И когда мне говорил один такой товарищ, которому, к сожалению, в этом году уже 10 лет, как, ушел, к сожалению, ушли мои специалисты крутые, самые лучшие, естественно. Бывает такая ситуация. Когда он сказал, сколько лет, он говорит, да мне где-то лет 25, а мне 19. Вы думаете, что я здесь не могу что-то много придумать, я здесь могу все придумать. И, может быть, когда-нибудь это случится, меня сюда призовут. И тогда, и тогда, и тогда и народ пойдет, и это будет вообще красиво. Вы не понимаете? Я довожу до вашего сведения. Я довожу до вашего сведения. Количество тех вещей, которые здесь работать должны для кого? Для ваших детей. Потому что здесь все сделано именно для ваших детей. Но есть те вещи, которые не продаются в Китае. Есть. Но здесь они есть. Это различные формы игрового оружия. Есть они здесь. Вопросов нет. Это все красиво и ровно. Но другой вариант. Это техника для того, кто что-то умеет делать головой. О, причем эта техника не только для тех, кто что-то умеет делать головой. Это техника вообще для всех. Маленький нюанс или маленькое продолжение сюжета. Чтобы вы были более или менее умными человеками, я бы вам порекомендовал купить что-то сделанное из разряда конструкторов типа Lego. Но конструкторы типа Lego, там такие ценники, блин. Там не просто ценники уго-госи. Там ценники такие, что вы не сможете себе ничего купить в природе своей. Потому что там же все доллары, все полетели вверх. Потому что сама Lego, она в принципе, как бы, ну, подразделение это не совсем китайское, естественно. А если это подразделение не совсем китайское, то ценники там совсем не китайские. А я люблю Китай. Я очень сильно люблю Китай. Если бы не Китай, то все. Но что касаемо событийности этих вещей, никогда не было в моей природе своей. Естественно, я это сделал. Естественно, мы работали. Столько игрушек. Я бы сейчас еще бы сделал. Потому что частично получается дополнительный запас игрушек, которые не используются. Но это красиво. И когда я своему товарищу предложил кое-что сделать, они, они, не он один, а его сын вместе с бабушкой, просто неторопливо собирали все это дело неделю. Это не просто так. Это далеко все не просто так. Ой, даже сейчас слюни вытекают в лузу. Потому что это все не просто так. Потихонечку делаете. Моторика, работа, все нормально. Из таких людей получится идеальный вариант людей с мозгами. А нам нужны люди с мозгами. Вам про это говорит наша контртеррористическая операция. Понимаете? Чем быстрее и тем активнее мы начнем включать, используя дроны, используя различные приспособы, мы будем меньше терять. Это, кстати, тоже необходимо сделать. Потому что чем активнее будет наша составляющая, тем меньше будут. Мы ничего не будем говорить. Я вам скажу, что я бы конкретно рекомендовал прийти сюда и купить эти. Очень круто. Их тут не просто много. Здесь их столько, сколько нет ни в одном магазине города Магнитогорска. Вот так. Так и вот, каков результат? Самое то, что нужно, рассчитывается для детей. Они чисты и красивы. Воспитывайте их с умом и сердцем. Дайте им игрушки, развлекайте, удивляйтесь и гордитесь ими. Ценники в Орионе дешевле, подход другой. В этом месте вы, дитятки, главное. Можно, поверьте, досэкономленное дать вам большее. К слову, до маршруток минута едут по всем направлениям. Компьютерную графику вы видите, вот куда вам и дорога. Естественно, это так. Потому что мы любим. Даже человек, который этим делом занимается, он любит не вас, а ваших детей. Потому что мне, я с сыном говорил, не так давно говорю. Знаешь, почему я, для меня большее удовольствие работать с детьми? Потому что нет ни злости, нет ни озлобленности, нет ничего. Это человеки с большой буквы. А для того, чтобы человеки с большой буквы развивались, им надо тоже кое-что делать своими руками. И все, что нужно для этих рук, продается здесь, в магазине Орион.